сейчас прохожу а здесь на стене моя гуру и гурченко нарисована и еще 150 руки украинсика кассандра лыся украинка и такое вот соседство прекрасно гурченко и лыся украинка вечер 9 вечера может быть даже уже полдесятого я иду сейчас здесь музыка простите там музыка не могла говорить в общем я ходила по работе находила свои 10 километров за день это сто процентов может быть даже больше потому что я же самого утра выхожу иду по своим делам потом с амираном гуляю там дома по квартире что же ходишь там что делаешь убираешь в общем и сейчас еще ромас пошел с амираном гулять я пошла по работе я думаю находила сто процентов сегодня 10 это может даже 12 километров потому что у меня путь был не близкий мы правда еще с амираном проехали на метро вы уже видели этот ролик там где мы на метро проехались жарко час наверное больше 9 вечера и такая жара ближе уже к полдесятого шара неимоверная сейчас такие дни хорошо было бы где-то возле где-то возле реки находиться неплохо так так нормам надо на ту сторону перейдем такой прекрасный вечер все отлично не хватает только мира а так грех жаловаться не хватает только мира эти стекла все нам или где-то месяц назад или два на их уже залапали смотрю люди снимали каждое стекло мы ли эти достопримечательности внутри зеркальная струя тарас шевченко это шедевр памятник 1935 года здесь памятник еще окружает такая композиция и створив тараса григоровича сейчас к сожалению он у нас закрыт стоит мешками но это миниатюры достопримечательностей 7 чудес харькова миниатюры оригинал но рассмотрите красиво и вообще я же испытываю выше кто меня смотрит давно знает что я испытываю такой трепет к скульптуре и здесь как раз размер очень похож на фарфоровый народец я вот смотрю да когда ты смотришь памятник в оригинале а он огромный фигуры эти гранитные нет фигуры не гранитные сам он бронзовый шевченко а эти фигуры наверное тоже бронзовый я даже уже не помню с чего они выполнены слушайте два с половиной года он стоит в мешках и я наверное тоже фигуры бронзовые а здесь они по размеру фигурок фарфоровых понимаете да такой как раз размер и и сразу думаешь вот бы такие фигурки дома иметь и на самом деле очень хороший макет прям аж хочется хочется себе такой иметь красота ну в общем как то вот так вот газпром здание газпрома эти фигуры выполнены из мрамора если я не ошибаюсь резаные его включили этот фонтан собака купаются помните я как-то говорила про этот фонтанчик с влюбленными жарко очень жарко но рассмотри как ему нравится мило как вообще от интересно нор он работал днем как ты думаешь или это просто воду сюда налили я думаю он работал надо прийти посмотреть на 3 моих собора между которых я регулярно сижу но это копия миниатюре девушка тоже снимает все знают место где я все время сижу возле этих соборов спинский с александра невской колокольней архитектор васильев спинском соборе молились все императоры что такое норочка даже тело александра первого там отпевали три дня по пути из таганрога в столицу но рассмотри как красиво паутины кресты заплели ты это видишь пошли домой да что ты такая бубнящая кто ведет паутину интересно паук там устроил целую себя империю благовещенский собор и конечно же покровский в котором мы в этом году ходили светить пасхи куличи как сейчас кто-то напишет могу такая милота с этой собакой их выключили все 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 выключили вот так любит купаться до красавчик это мальчик девочка прости красотка жара такая надо тоже нора так залезть здорово здравствуйте сегодня у нас 20 июня 2024 года харьков я продолжал свою видеодневник у нас прекрасная погода жарко солнечно проснулись светит солнышко в окно все живы и стоит уже радоваться просто этому факту потому что все живы все здоровы и наступило новое утро новый день сегодня оказывается день летнего солнцестояния двадцатая секундочку джокер сейчас разбудит амирана простите простите вы же знаете как начинаю говорить джокер начинает со мной говорить но обычно он сидит со мной здесь в кухне а сейчас он был за дверью и слышал мой голос начал активно кричать так летнее солнцестояние 2024 года будет сегодня в 23 в 2350 если я не ошибаюсь то есть сегодня будет самый длинный день и самая короткая ночь в этом году летнее солнцестояние это день когда солнце достигает самой высокой точки на севере 23 5 градуса от небесного экватора в течение предыдущих шести месяцев солнце двигается по северному курсу однако в момент солнцестояния это движение прекращается а потом солнце начинает двигаться на юг это будет продолжаться в течение шести месяцев пока солнце не опустится самую низкую точку на экватор а затем остановится в этот день мы будем отмечать зимнее солнцестояние что можно и что нельзя делать в летнее солнцестояние в день летнего солнцестояния нужно соблюдать следующие правила чтобы привлечь удачу и положительную энергию запрещено ссориться ругаться злословить важно воздерживаться от конфликтных ситуаций и негативных высказываний чтобы не привлечь негативную энергию не стоит вспоминать прошлые образы нужно освободиться от обид которые могут вызвать негативные эмоции испортить настроение отгоняйте от себя негативы настраивайтесь на положительное мышление направляйте свои мысли на счастливые и положительные моменты избегайте отчаяния и негативных мыслей лучше избегать темные или грязные одежды выбирайте светлые чистые или новые вещи чтобы привлечь положительную энергию необходимо уважать природу и не мусорить следует относиться к природе с уважением а действовать в гармонии с природной средой можно смело загадывать желания считается что в день летнего солнцестояния загаданные желания обладают особой силой и обязательно осуществляться постарайтесь не зацикливаться на негативе и плохих воспоминаниях а смотреть на мир оптимистично ну и народные приметы летнего солнцестояния не погода для этого дня означает бедный урожай у нас солнце сейчас значит урожай будет богатый много звезд в небе будет урожай грибовый яд звезды были утром на траве много росы день будет жарким гремит гром до конца месяца будет плохая погода грома не было считается что родниковая вода набрана именно в этот день солнцестояния приобретает целебные свойства также существует традиция встречать рассвет наши предки верили что после этой беды что после этого беды будут обходить круглый год то есть если встретить рассвет на солнцестояние на день летнего солнцестояния то беды будут ну это изъездничество к нам пришло когда люди верили в богов природы так что вот так вот я тебя сегодня прекрасно чувствую несмотря на то что вы знаете жарко да джокер да я со зрителями разговариваю да да пузеныш тебе тебе надо обязательно показать да иди сюда ой скажи привет привет я каждый день с вами разговариваю да привет пузяка пузяка ну это ужас какой-то знаете у меня шерсть по всему дону и ничего не сделаешь и вычесываешь я их влажной водой уже влажной водой влажной рукой знаете так прохожу но особо так не помогает все равно шерсть шерсть на постели шерсть на нашей одежде шерсть кругом на полу на амиран игрушках на норных вещах в общем шерсть летает в воздухе попадает в продукты в еду бывает сидишь ешь бутерброд а видишь шерсть или сидишь пьешь чай ладно я думаю сейчас все кошатники меня поймут так что же я сегодня узнала в мире что происходит в мире культуры новости культуры купленная на распродаже ваза оказалась двухтысячелетней реликвией цивилизации майя представляете смотрите какая красота так американка приняла решение передать артефакт послу мексики эстабану моктесуме барагану ваза приобретенная на распродаже всего за 3 доллара 99 центов оказалась почти две тысячелетней реликвией цивилизации майя американка анна ли дозьер из да джокер я сама в шоке повезло женщине но она и распорядилась по совести этой вещью так из вашингтона сша рассматривала товары в комиссионном магазине когда ее внимание привлекла необычная ваза на вид она была старинной но я подумала что то это туристическая репродукция ну в смысле знаете вот когда ты куда-то ездишь допустим в Мексику ну я в Мексике не была но хотела бы если ты едешь допустим в Мексику то там продаются тихо копии вещей копии известных реликвий при музеях есть такие магазины то есть по сути магазин сувениров с копиями вот она подумала что это одна из таких ваз которую изготовили где-то 20-30 лет назад в начале этого года Анна была в Мексике с рабочей поездки и заметила что некоторые экспонаты выставленные вместо музея антропологии имели поразительное сходство с этой вазой она поговорила с работником заведения который порекомендовал ей обратиться за консультациями в посольство Дозье так и сделала передав специалистам информацию о размерах и фотографии вазы к ее удивлению предмет идентифицировали как реликвию цивилизации майя датированную двухсотым восьмисотым годами нашей эры в конце концов американка приняла решение передать артефакт послу Мексике Эстабану Мактесомы Барагану во время официальной церемонии в институте культуры какая умничка я очень хотела бы чтобы ваза вернулась на свое законное место у меня три маленьких мальчика поэтому не хочется чтобы они случайно разбили ее через две тысячи лет отметила Дозье мексиканские чиновники позже сообщили что артефакт пополнит коллекцию одного из местных музеев так ну я честно говоря знаете когда такие находки представляете себе просто где-то в Америке в комиссионном магазине ваза которой две тысячи лет такие конечно ну самое самое вообще главное то что она сохранилась то что она не разбилась то что ну это судьба это так бывает видите вещь пришла к такой женщине которая передала ее в музей так бывает часто и когда до 22 года я ну у меня была другая жизнь вы все знаете я об этом как-то рассказывала сейчас музеи не работают а раньше вещи находились для музея были такие люди которые допустим мы находили какую-то вещь она передавалась в музей но это было настолько бескорыстно безвозмездно без каких-то знаете есть такие люди а вы дайте мне бумагу вы дайте мне то вы дайте мне это ну здесь просто просто от души так и должно быть так должно быть еще интересный момент так в одесской области на берегу дуная нашли фрагменты старинного корабля жители килии одесской области нашел на берегу реки дуная части старинного корабля вымытые течением об этом администратор городской группы так части большого древнего корабля олиголи простите оголила река вымытые мощным течением фрагменты чьей-то галеры галеота или шхуны могли быть долгое время под водой и сохранились всего лишь благодаря тому что сделано из дуба который в воде каменеет затонувшее судно могло много лет лежать на дне реки пока во время дуна углубительных работ его части не подняли на берег мощным ковшом крана вместе с илом я зашел на мощный брус который более чем наполовину скрыт в воде и свободно хожу по нему его длина более 6 метров а толщина более 25 сантиметров другие части торчат из береговой толще ила и песка выше некоторые из них по форме напоминают шпанголты шпанголты которые похожи на киль или фальшкильные части интересно смотрите вот этот человек и он вот так вот это нашел видите и понял 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 что что то здесь не так ну это круто конечно все друзья не забывайте что сегодня такой день день летний летнего солнцестояния и нужно провести его в гармонии с собой никому ничего не желая плохого ни про кого не думая ничего плохого не отпустить все обиды все ну я чем собственно говоря и займусь всем хорошего дня хорошего настроения мирного неба крепкого здоровья и помните самое главное что все войны заканчиваются миром в благодарим и это если